Приветствую вас. Чтобы ответить на ваш вопрос, что делать, надо сначала определить, от чего вы сами хотите для себя. Какие вы для себя рассматриваете варианты решения проблем? Ну вот, не можете вы простить свою жену. Окей, понятно. Простить вы не можете её сейчас, но при этом вы пишите, что и без неё тоже вы не можете. Значит, как следствие, нужно предположить, что у вас есть выбор. Либо вы стараетесь и её прощаете, то есть разбираетесь в этой ситуации, стараетесь понять, почему так произошло. Пытаетесь выяснить, почему ваша жена поступала подобным образом. Что заставило или заставляло её это делать. Какая неудовлетворённость, я имею ввиду, с вашей, например, стороны, как бы подтолкнул её к этому. И для этого вам необходимо несколько условий. Первое условие, оно, наверное, самое важное. Или я бы даже, наверное, сказал, насколько и нисколько важно, сколько необходимо. Это отношение жены к тому, что между вами произошло. То есть раскаивается ли она в том, например, что сделала. Приживает ли она по поводу того, что сделала или нет. Дело в том, что если она раскаивается, и если это было в первый раз, то её можно простить. Человек слаб и подвергнен соблазну, к сожалению. И то, что произошло, доказывает лишь, что ваша жена чего-то от вас недополучала. И не имея возможности от вас это получить, она обратилась к другому источнику своих желаний. К источнику удовлетворения своих потребностей. И вам нужно выявить, какие это потребности, и дать ей именно их. То есть удовлетворить вашу женщину то, что ей не хватает. Если вы это сделаете, и она всё равно будет вам изменять, то тогда, конечно же, можно говорить о том, что такой человек вас предаёт, вас использует и жить с ним нельзя. Но, если есть хоть малейший шанс сохранить семью, то его выпускать нельзя. Тем более, что у вас есть здесь. Если вы примете решение пытаться сохранить свою семью, то тогда вам обязательно нужно перестать напоминать своей супруге о том, что произошло. Поговорите с ней один раз как следует о том, что случилось. Говорите с ней не о ней, не обвиняя её. Говорите с ней о том, как она, например, обидела, унизила вас. Говорите с ней о том, как вам неприятно то, что случилось. И постарайтесь выяснить у неё, что же всё-таки ей двигало. Если она вас любит. Если она хочет всё равно, несмотря ни на что, быть с вами. Но ошиблась, такое бывает, да, то ей нужно обязательно дать ещё один шанс, потому что ошибиться может каждый. Особенно если у неё есть раскаяние, особенно если у неё есть желание исправить ситуацию. Особенно если у неё есть стремление вернуть всё, что было у вас. Вот в этой ситуации, в этом случае, вы можете совершенно спокойно постараться её простить. И здесь можно понимать, что она унизила не вас. Она не пыталась отомстить вам. Она не оскорбляла вас, не унижала и так далее. Просто это человек, который не получал того, что хотел. И получить возможности не имел, по её собственному мнению. И тогда вам нужно попытаться дать ей то, чего ей не хватало. Теперь дальше. Теперь дальше. Если ваша жена не рассказывает о том, что произошло, не хочет изменить то, что случилось, то прощать её в таком случае, конечно же, не стоит. Потому что это повторится рано или поздно вновь. И дело времени, когда она поступит так же ещё раз. В этом случае вам стоит понять, что ничего хорошего из того, что вы надеете ей шанс, не получится. И если вы не можете без неё, то это ваши запретности, которые вам нужно учиться удовлетворять самостоятельно, чтобы не быть зависимым от неё. Пока, когда вы говорите, что не можете без неё. Это означает, что чтобы она не сделала, такую бы негативную линию поведения не заняла, вы всё равно не сможете без неё. Это в данном случае для вас плохо. Тогда нужно ваши потребности отделять и пытаться удовлетворить их самостоятельно, как я уже сказал. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok